С корректировкой на пандемию коронавируса в налоговой службе подвели предварительные итоги прошедшей декларационной кампании. В этом году она была продлена на три месяца, до 30 июля в связи с COVID-19. Тема продолжит наш корреспондент Наталья Чекет. Жители региона предоставили в налоговые органы более 65 тысяч деклараций по налогу на доходы физических лиц. Ведомстве отмечают, что этот показатель на 13% выше, чем в прошлом году. Однако в общем количестве уменьшилось число декларантов миллионеров. В этом году эта цифра составила более 1300 человек. А вот доходы свыше 10 миллионов заявило всего 95 человек. Но остаются еще и те граждане, которые не предоставили данные о своих доходах. За это предусмотрены определенные санкции. Законодательством предусмотрен штраф за непредставление налоговой декларации, которая составляет либо 1000 рублей, это минимальный порог, и максимальный 30% от неуплаченной суммы налогов. В налоговой службе рассказывают, что ежегодно увеличивается число граждан, предоставляющих декларации для получения налоговых вычетов. Так, на начало августа сумма возвратов из бюджета составила почти 2 миллиарда рублей. Сотрудники ведомства напоминают, что сейчас получить вычет жители региона могут на оплату обучения, приобретение имущества, инвестиционный, а также при покупке лекарств на лечение. Если декларация подается только для оформления налогового вычета по НДФЛ, сдать ее можно в любое время в течение года. А самый простой способ подать и отправить данные в налоговую сервис, личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. В нем уже имеются все данные от работодателя о доходах пользователя, и программа сама подсказывает, какой шаг необходимо выполнить следующий. Выбираешь необходимую тебе ситуацию, ну, как обычно, кликнув мышкой, и перед тобой несколько вопросов тебе задаст программа, и заполнить декларацию, как говорят, можно в три клика. То есть выбрав свой сценарий, набрав сумму своих расходов на лечение, на обучение, на инвестиционные вклады, и дальше отправить эту декларацию в налоговую службу. В этом году граждан, которые предоставили декларацию с помощью сервиса, по данным налоговой, увеличилось почти в два раза. И общее количество жителей региона, подключенных к личному кабинету, составило 225 тысяч. Продолжение следует...